Приветствую вас на канале Notix. Сегодня мы рассмотрим доступный ноутбук для повседневных задач от фирмы Lenovo. А именно IdeaPad L340-15. Если вы регулярно смотрите наш канал, то скажете, подожди, ты же делал уже обзор на L340-15. Да, делал на то было гейминг, кстати говоря, обзор этот будет доступен по ссылке в описании, а это уже обычный, вот, скажем так, мультимедийный, начальный и так далее сегмент. Корпус такой же, начинка совершенно другая, смысл тоже совершенно другой. Давайте посмотрим, что он умеет и на что это похоже. Корпус у нас черного, такого даже, сказал, темно-серого цвета, выполнен он целиком из пластика и, в принципе, идентичен таковому из линейки гейминг. То есть L340-15 гейминг. Действительно, что там по-другому логотип Lenovo расположен и в синей окантовке, но это не столь важно. Крышка у нас такая же, с элементами шлифовки, гладкие, на ней не остаются печатки пальцев. На рабочей поверхности также присутствует эффект горизонтальной шлифовки и клавиатура. Клавиатура у нас с цифровым блоком, она, кстати говоря, хорошая. Такой средне-высокий, я бы даже сказал, ход. Мне она очень-очень понравилась. Она вот больше похожа на таковые, которые установлены там в 0,05 и в 0,07 аппаратах, нежели то, что я привык видеть в 0,03 и 0,03. Подсветки здесь, само собой, нету, но она здесь и не предполагается. В любом случае, за 26 тысяч таких ноутбуков просто не бывает. Что касается тачпада, он, в принципе, обычного размера, с ним все в порядке, он хорошо реагирует, распознает жесты и пользоваться им можно, но я все-таки использовал мышку, потому что с ней просто удобнее. Диагональ дисплея составляет 15,6 дюйма, разрешение 1366 на 768, покрытие антибликовое, цвет передачи не очень, углы обзора не очень, но пользоваться можно, если вы покупаете ноутбук для работы, например, с собственными приложениями, будь то Microsoft Office, либо программы табличные типа 1S. Что приятно, здесь тонкие рамочки по трем сторонам, а сверху присутствует кабера с физической защелкой, или, как сказать, шторкой, как обычно говорят. Она делает вжик и вжик. Очень приятно, если вы паранойик, то это вам, наверное, будет плюсом. Звуководная система состоит из двух динамиков, она звезд с неба не хватает, соответствует устройству. Если вы любите какую-нибудь Synth Electro а-ля крафтвер, причем не ремонтированные диски, то вы получите удовольствие от флотскульного, практически лампового звука. Смотреть видео и общаться в Skype это никак не мешает, то есть звукосистема нормальная для такого аппарата. Хотите лучше звук, вы используете наушники. Все порты располагаются по левой стороне ноутбука. Среди них RJ45, HDMI, 2USB 3.0, комбинированные аудиовыходы и Type-C. Картридера здесь нет? Да, картридера здесь нет. С правой стороны у нас стоит заглушка под DVD-привод, ну, туда же можно и при желании засунуть жесткий диск. Толщина ноутбука составляет 2 см и 3 мм, это с ножками, а весит он 2 кг и 100 г. Ну, для бюджетного аппарата он, конечно, толстоват, тяжеловат, но это не мешает ему быть хорошим. В нашей конкретной модификации установленный процессор начального уровня от компании AMD, а именно Athlon 300U. Это 2 ядра, 4 потока, штатная частота 2,4 ГГц. Кому интересно, я делал сравнительное видео этого чипа с i3 M7100U. Можете с ним ознакомиться, если вдруг хотите сравнить производительность с интеловскими решениями. Но хочу сказать, что здесь Athlon ведет себя еще лучше, чем в том видео. Продолжаем. 4 ГБ оперативной памяти, SSD-накопитель на 256 ГБ. Само собой, это SATA 3 интерфейс с соответствующими скоростями. Я сделал прогон Crystal Disk Mark, первый и пятый у вас на экране. Windows здесь уже установлено. Ну что ж, давайте я вам расскажу, что этот ноутбук может. Это, на самом деле, довольно производительное решение за свои деньги. Я сразу скажу, что конкретно эта модель стоит 26 тысяч рублей. Так вот, в стресс-тестировании, а я люблю стресс-тестировать все процессоры. Начиная от аптамов и заканчивая шестиядерными i7. Так вот, если мы задействуем только процессорную часть, у нас получается в среднем 2,7-2,8 ГГц. Что очень и очень прилично для такого процессора. И, кстати говоря, частоту подтверждает Benchmark Corona 1.3. Если мы задействуем еще и графическое видеоядро, а я включил на фоне не что иное, как программу 4Mark, то у нас получается 2,1-2,2 ГГц, что также более чем прилично для этого чипа. И я когда посмотрел, что он себя ведет довольно стабильно, даже с нагрузкой графического ядра, я подумал, что в него наверняка можно и поиграть еще во что-то. И я бы казался абсолютно прав. Какое было мое удивление, что помимо таких обычных игр, как, например, Fallout New Vegas, который в нативном разрешении идет на высоких настройках 50 плюс кадров, потом такие игры, как The Blob 2, который я недавно купил, проходил еще в свое время на Xbox 360, Ведьмак 1 и так далее, идут здесь, ну, нормально, стабильно, выше 30 кадров. Я решил еще установить сюда Batman Arkham Asylum, учитывая, что я его недавно получил от лаунчера Epic бесплатно. Там 6 игр раздавали, но сейчас не об этом. Так вот, на высоких настройках в нативном разрешении, это именно high, не very high, у меня получается в среднем 35-40 кадров. И вот как раз Batman Arkham Asylum, он такой коридорный, если вы помните, и вот пройти с таким количеством кадров без проблем. Бывают просадки, да, причем очень странно, когда включаются яркие источники света. Если у вас персонаж идет, например, по коридору, и вдруг внезапно включается прожектор, тогда все проседает до 10 кадров. Но это обычно не происходит именно в батальных сценах, все нажимается хорошо, отклик великолепен, играть можно. А вот, к сожалению, такие популярные игры, как Fortnite и тому подобное, многопользовательские игры, я имею в виду вот эти Battle Royale, здесь, ну, не пойду, все-таки большой открытый мир, огромная нагрузка на процессор, и двухъядерный чип просто с этим не справляется. У меня получалось где-то 30 кадров, 35 кадров, но будут регулярные просадки, играть тяжело, вас будут постоянно убивать. Следующий момент, который хотел затронуть, это время автономной работы, не столь важно для бюджетного аппарата, но все-таки 4 часа он проработать сможет в режиме просмотра потока видео. Это учитывая, что здесь экран темный, как я уже говорил ранее, и я почти всегда его использовал на 100%. И вот при 100% яркости сбалансированный режим питания, 4 часа, ну, нормально для бюджетного аппарата, ничего сказать не могу. Интересным является время автономной работы под нагрузкой. Я крутил бетчмарк в Final Fantasy 15, и в таком режиме он проработал час и 50 минут. Это, само собой, максимальная яркость, максимальная производительность, все выключено на максимум, и час 50 это впечатляющее время автономной работы. То есть, если даже вы захотите поиграть, не сильно будут просаживаться частоты, что меня, опять же, удивило, без именно адаптера питания, и можно во что-то нетребовательное поиграть, не боясь, что у вас было там 35 кадров, а осталось 15. И это мне очень-очень понравилось. Так давайте подведем итоги, что мы здесь имеем за 26 тысяч рублей. В принципе, здесь все хорошо. Единственное, что, наверное, хотелось бы побольше оперативной памяти, что решаемо. Ну и экран, само собой, все-таки, 1366 на 768, ТНК, даже за 26 тысяч рублей. Это, ну, не очень. Я могу сказать, что с IPS очень легко привыкнуть обратно к ТНК. Единственная проблема, что когда вы меняете положение там на стуле, я постоянно когда сижу, ерзаю, уж простите меня за такие подробности, и постоянно нужно передвигать ноутбук, чтобы у тебя цвета сохранялись. Ну, если вы работаете большинство времени с текстом, либо в 1С, либо с таблицами, ну, это не такая большая проблема, как кажется. Приятной вещью является то, что вот этот вот ноутбук с экраном 768P и с Windows стоит 26 тысяч рублей, но вы можете купить абсолютно такой же, с Full HD дисплеем и без Windows за 23 тысячи рублей, что является отличной ценой, и мне кажется, что лучше взять как раз его без Windows с Full HD дисплеем, так будет интереснее. Большое спасибо за просмотр, и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok